Продолжение следует... Продолжение следует... Сына, родители, папа и мама украинец. Мне этого достаточно. А сами же в Тарькове родились? Да. Или в Люботине оденец? Я же вам ответил. Ну понятно. Ну ясно. Украину, значит, любите, да? А за что? Именно потому, что украинец или что есть? Родину и мать не выбирают. Ну ты же родились не в Украине, а вот по возрасту правильно. Почему? Вы тогда малограмотно. Вы старше, 91-го года. Старше и что? Значит, не в Украине родились. Ну вы малограмотно, я смотрю. Понятно. То есть вот родина, какой бы она плохой не была, на чем можно ее любить? Да. Как мать, как мать, да? Да, да, да. А если мать сдала свое дитё в сексуальное или в рафство, вы ее нужно? Я еще, я вам ответил. Вы можете там думать, сексуальный рафство. Я понял, я понял, что вы ответили. Ну пока зачем. Но вы ответили, вы услышали, поняли. Зачем продолжать одно и то же? Нет, но я вам примеры покажу. Я не знаю, мне примеры приводить. Я ж не просил. Ну хорошо, извините. Ну хорошо, ладно. У вас какие-нибудь вопросы есть ко мне? Нет, я не задаю вопросы. А вы только отвечаете, да? Да, да. Понятно. А как думаете, вот Харьков комфортно в Украине или нет? Отлично. Вы патриот Харькова? Отлично, я же говорю. Я понял, я понял ваш ответ. Следующий вопрос был. Вы патриот Харькова или нет? В том числе и Харькова и Украины, да. По Украине я понял. Ну а вы осознаете, что Харьков строился в Российской империи как мощнейший транспортный узел? Я еще... Вы там выйдете на площадь и будете вот это кричать херню. Вы название Харькова знаете, от чего это название? Я знаю, я знаю, от реки Харьков. И все эти совковые сказочки про казака Харькова... Вы второй раз уже, или третий, показываете свою малограмотность. Это казак был, Харьков. И в честь него назвали. Казак. Я показываю малограмотность. И вот это, еще раз говорю, ваш Кацап, хотя не Кацап, грузин, который там и Петру в Москве, он подарил памятник. Стоит у нас памятник. Можете загуглить, посмотреть. А я знаю памятник с хвостом, который поднятым, да. Я еще говорю, так вот это в честь основателя города и названия которой Харьков фамилия, поняли? Да. Немножко расширять. Это все ложная у Красавкова история. Есть ли? В вас ложная все, я вас услышал. Вот там выйдете у себя в ебенях, будете рассказывать, какая тут ложь. Я вас услышал. А в каких ебенях? Ну, вы в ебенях, я же вижу, не в Москве. А где? В москвичи мне сказали, есть Москва, тоже вокруг нас ебенях. Ну, я не знаю, где, какая разница. Ну, я в Канаде вообще. В Канаде? Ну, в Канаде можно что угодно, VPN включить. Можно, можно. Можно из Москвы включить, получится в ебенях. Да, согласен, согласен с вами. Да. Понятно. Ну, и вы можете VPN включить. Ну, я могу, конечно. Какая из вокзала Харьков-Левада первая остановка электричек? Если вы харьковчанин. Электричками не, метро могу сказать, электричками не пользуюсь. И не пользуюсь, да? Что, никогда прямо не ездили в жизненной электричкой? Ну, когда-то маленький, может, ездил. Маленький? Да. Я метро могу сказать, а это я не пользуюсь электричками. Ясно. Ну, вот я считаю, что, знаете, что такое вторая очередь метро строилась, которая в 80-е? Ну, вторая, вторая часть, это первая ветка, а потом на Салтовку. Молодец, молодец, вот грамота. Вторая часть, это именно от Малышева до ХТЗ. Я знаю. Я считаю, что вторую часть выбрали абсолютно ошибочно. Нужно было в вторую очередь сразу строить на Салтовку. Ну, мы нормально, но разобрались. Чего вы так переживали? А вдоль Московского проспекта это была ошибка, и вы строили? Ну, вы так. Знаете почему? Не, мне это не интересно, честно. Ну, построили все. А что вам интересно? Интересно. Ну, какая разница, кто там что? Я ж не специалист. Ну, хорошо, хорошо, я понял, что вам это не интересно. Что вам интересно из истории Харькова еще, кроме нормного основателя? Это ваше ошибочное мнение, я услышал. Я понял, и ваше мнение. Что вам еще интересно? Может, в чем-то сойдемся? А в чем мы должны сходиться? Вам что-то интересно, спрашивайте, пожалуйста. Смогу. Ну, хорошо, что вам еще спросить? Я ж не знаю, что вам интересно. Ну, я вас спрашиваю, я особо не в курсе. Ну, ладно, раз вам на сегодня достаточно. Ладно, со ступающим вас, всех благ. Спасибо, до свидания. Побольше любите Харьков и поменьше Украину, моего в Совет. Ну, это вы так считаете, я люблю и свою страну, и свой город. Ну, что сделать, кому и кобыла, и к весе. Ну, всех благ я вам. Да, да. Ты, арбузник, штричные утки, щедрый, зажиточный рай. И на престоле сидит в Петербурге парень.